В недавно выпущенной мной книге Эриха Рудольфа Йенша «Контртип», которую я уже показывал в предыдущих своих роликах, на обороте есть высказывание Нобелевского лауреата по физике Филиппа Леннарда «Речь всегда идет об истине. Нет смысла о чем-то разговаривать, если речь не идет об истине, а о чем-то другом». Установление истины – это снятие покрова тайны, законов природы, к примеру, или тех покровов лжи, которые предшествующие поколения или отдельные персонажи набрасывали на настоящее знание, для того, чтобы оправдаться перед историей, оправдаться перед самими собой, получить какую-то выгоду. Может быть, с этим связано и то, что до сих пор мы имеем предельно искаженное историческое знание о XX веке. Предыдущая история, как бы ни пытались ее поставить под сомнение, известна хорошо. А история XX века, несмотря на то, что она документирована вдоль и поперек, практически неизвестна. Обычному человеку неизвестна, потому что вся история основана на пропаганде. То есть, проще говоря, на лжи. На пропагандистской лжи. Конечно, пропаганда бывает разная, бывает пропаганда каких-то позитивных идей, но в данном случае мы имеем именно пропаганду лжи. В бывшей России, в Советской России, в СССР ложь была основой пропаганды. И поэтому больше всего изолгано то, что как раз и должно быть с наибольшей правдивостью исследовано и понято. А именно, революция и война. Два аспекта жизни людей, которые как раз эти жизни либо отбирают, либо ломают. Задача исследователя состоит в том, чтобы эту ложь снять. В том числе и снять ложь с таких общедоступных утверждений, которые укоренились в мозгах. И уже человеку ничего не надо знать. Картина мира у него сложилась. И когда касаешься этой картины, некоторые люди начинают сомневаться, а некоторые начинают визжать просто. Оставьте нам наши мифы. Оставьте нам наши мифы о большевизме, о сталинизме, об индустриализации, об коллективизации. То, что было написано в советских учебниках. И о войне тоже. О войне. Все мы хорошие и пострадавшие все, они не просто злые, а какие-то исчадия ада. И каким образом это так получилось, что одна из европейских наций оказалась просто исчадьем ада. А вот большевистская Россия, загубившая десятки миллионов жизней в процессе своей предвоенной жизнедеятельности, вот здесь почему-то одни только хорошие. И почему-то вот есть сочинения пропагандистские, и им надо верить, а есть сочинения, связанные с окопной правдой. И это все, ну, это узкий взгляд, там человека, он из окопа смотрел, ничего не видел, ничего не понимал. Честно сказать, у меня тоже было такое достаточно долгое убеждение, что окопная правда – это не совсем правда. То есть, это правда локальная. То есть, вот то, что человек увидел своими глазами, это и было правдой для него. А в целом, ему правда стратегическая на всех фронтах была недоступна, и об этом надо читать. Либо у официозных историков, либо в мемуарной литературе. Ну, вы посмотрите, вся мемуарная литература, все вот эти маршальские произведения о войне, всех обязали написать мемуары, все командующие фронтами и многие командующие армиями написали, написали свои воспоминания. Но все это холостая литература. Читать это, ну, может быть, историку интересно будет почитать, там что-то сопоставить. Ну, это такие бюрократические сочинения, даже самое любимое и многими читаемое произведение маршала Жукова «Воспоминания и размышления». Там и воспоминаний нет, и размышлений нет. Там холодные цифры, холодные цифры донесений, как все было, но размышлений там нет. И конкретных эпизодов там нет, и какой-то человеческой информации. Очень холодная книга, ее немножко улучшили, выпустив уже после краха коммунистического режима, но в целом это не то, это совсем не то, это не та литература, которая позволяет понять, что происходило, и правильно оценить, и для современности применить это знание. Ну, собственно, знаний-то никаких и нет. Очень формальная линия истории войны, но главное, что все заканчивается нюрнбергским процессом, такой апофеоз, о котором никто ничего не знает, естественно, никто не читал. Одни и те же книги переиздаются десятилетиями, одни и те же авторы, которые на этом зарабатывают себе на хлеб насущный, но не углубляются в тему, и, скорее всего, никто из них, стенограммы нюрнбергского процесса не читал, документальную базу не смотрел, практически ничего и не было опубликовано. Я, в целом, обращаясь к спрятанному знанию, написал вот такую книжку, собрал из своих прежних статей «Век лжи», уже тоже показывал эту книжку, хотел бы как раз обратиться к вопросу нюрнбергской профанации. Позже я издам, у меня уже написаны книги, связанные с нюрнбергским процессом, охватить целиком там даже в одной очень толстой книге невозможно всю проблематику, ну, я попытался, по крайней мере, две книги точно написаны, а здесь, в этой книжке, одна из статей, то есть она посвящена всему XX века, одна из статей о нюрнбергской профанации. Ну, вот начало такое. Нюрнбергский процесс кажется громадным и подготовленным очень тщательно по процедуре и доказательной базе. Но это взгляд, сформированный десятилетиями пропаганды, который решал главную задачу – поставить точку не только в войне, но и вообще во всей истории до 1945 года, дав окончательную оценку всему с точки зрения большевистской идеологии, с одной стороны, а с другой стороны – с точки зрения доктрины общечеловеческих ценностей. Все сюжеты должны были при этом оцениваться совершенно идентично, хотя политический режим у победителей были разные. В действительности, времени на подготовку процесса, начавшегося 20 ноября 1945 года, в следующем году, кстати, 80-летие будет, я надеюсь, как раз и мои книжки к этому поспеют, практически не было. Ни один эпизод нарушения традиций войны не был расследован. Ни один. Процедура была заменена Нюрнбергским законодательством, когда суд сам себе присвоил право любое доказательство считать относимым и допустимым, а некоторые общеизвестные факты вообще не доказывать. Также и санкции за преступление не были определены, а суд объявил, что он может вынести любую санкцию за любое деяние, которое он признает преступным. Это очень похоже на современные российские суды, поскольку написано, что судья принимает решение, исходя из своих собственных соображений о справедливости, а вторая часть этой статьи говорит о том, что на основе закона. На основе закона можно отбросить, а тогда и закона не было в Нюрнберге. А исходя из своих соображений, нанести максимальный ущерб, например, тому, кому начальство поручило этот ущерб наносить. И тогда тоже в Нюрнберге начальство поручило, каждая делегация получила задание нанести максимальный ущерб тем людям, которых судили. А просто можно было ведь убить, как, в общем-то, сталинская практика. Осудить тройкой, никто об этом не узнал, и убить. Или отправить в лагеря, откуда возврата нет. Все можно было сделать, списать на все что угодно, но как-то было вот... Хотели выглядеть, как справедливые судьи. И устроить суд. Но суда без закона не может быть. Не было закона, нет суда. Выдумали преступления, которые теперь считаются нормой. Они есть. Но они применялись, эти нормы, только один раз. В Нюрнбергском суде. А больше никогда и нигде. Что это за такой старт, интересно, законодательной деятельности. Хорошо, вот собрали международный суд, утвердили, ну где-то должна пройти ратификация в парламентах. А не было, негде было. Ну что ж, Сталинский Верховный Совет, что ли, должен был утверждать? Ну пусть, хорошо, там есть. У Франции, которая участвовала в этом, не было вообще ничего, ни избранного парламента, ни президента, ничего. В Соединенных Штатах стал президентом Трумэн без выборов после смерти Рузвельта. Его легитимность была близка к нулю, он был абсолютно непопулярен. В Великобритании, да, там был король, в принципе, он мог бы взять на себя законодательную функцию или хотя бы законодательную инициативу. Но все выдумали вообще просто какие-то клерки. Собрались какие-то клерки, там что-то выдумали, никто не утверждал. Даже был такой контрольный совет по Германии, который считался верховным органом, который все курировал работу обвинения и суда в целом, судебного процесса в Нюрнберге. Но контрольный совет этим не занимался, потому что уже было не до того. Уже Хиросима и Нагасаки, уже произошли эти взрывы, уже обострение отношений между победителями началось. Поэтому никому не было дела до того, что там творится в Нюрнберге. Кроме публицистов, которые публиковали всякую ахинею, ну, соответственно, и на процессе всякая ахинея происходила. На суде было так много подсудимых, что реально на одного приходилось не более недели разбирательств. Это вот когда говорят, ой, это большой процесс и так далее, но не более недели на одного, включая дни перерывов. И также это еще без учета затрат времени на оценку преступлений преступных организаций, одни из которых были признаны преступными, а другие нет. Суд, который мог бы продолжаться несколько лет и использовать материалы подробно расследованных дел, прошелся голопом по Европам. Потому что не имел в виду установления истины, но только решение задачи о расправе над теми, кого нельзя было просто так расстрелять, и объявить, что смерть произошла естественным путем. Ну, могли бы, без проблем. Многим, видимо, так и произошло в конце концов, потому что многие из тех, кого осудили, и кто на какие-то сроки, кто вышел, был выпущен на свободу по состоянию здоровья, как-то очень быстро умирали. И только два из подсудимых там прожили достаточно длительную жизнь после, вот, адмирал Денис, он, по-моему, 25 лет прожил после заключения. А остальные как-то очень быстро, очень быстро отправились на тот свет. Статус суда не был определен. Еще в октябре 43-го года на Московской конференции министров иностранных дел, будущий победитель, договорились, что в своих зонах оккупации будут судить военных преступников, но не главных военных преступников. Казалось бы, в декабре 43-го года на Тегеранской конференции договоренности министров могли бы быть подтверждены подписями глав государств. Но этого не произошло. Вопрос о суде мало кого волновал. В тот период по умолчанию полгалось, что будет не суд, а произвольное расправа. Ну и так далее. Я здесь подготовил такой небольшой, ну, наверное, десяток страниц, очерк о Нюрнбергском судилище. И когда я обращаюсь к этой теме, некие не очень умные люди начинают говорить, ну, так что ж ты за нацистских преступников? Нет, я за то, чтобы правосудие было, в том числе и в отношении преступников. Если вы просто фабрикуете судебный приговор, как это произошло в Нюрнбергском суде, то чем вы лучше тех же самых преступников? Чем лучше путинские судилища, чем сталинские? Да ничем. Вот ровно такие же. Ровно такая же фальсификация судебного процесса. Может быть, судят действительно людей очень дурных, преступников, каких-то живодеров, изуверов и так далее. Может быть, но мы доподлинно не можем знать, потому что суд фальсифицирован. Судьи вообще-то неизвестно, кто в Российской Федерации. Кто такие судьи? Судьи утверждает верховная власть, и Совет Федерации. Но это все не народные суды, то есть не от плоти народа, а некая чиновничья корпорация, которая выдвигает доверенных людей, которые делают то, что им сказано. 80% судей в Российской Федерации, может, сейчас уже и больше, это женщины. В принципе, традиция европейского производства это не допущение женщин в армию, в полицию, в суд. Это считалось противоестественным, а сейчас считается естественным. Естественным, потому что чиновники таким образом легче управляют, легче, прочее. Это я говорю к тому, что есть определенная связь между фальсификацией истории и фальсификацией уже нашей повседневной жизни. Ниточка протягивается. Вот определенные стандарты доложил Минборгский процесс фальсификации суда. И мы сегодня имеем, я не знаю, как там за рубежом, это могут рассказать те, кто там живет, а имея опыт российского прохождения российских процессов, прежде всего, политизированных процессов, я могу с уверенностью сказать, что это традиция фальсификации, вот она, как бы, сталинская фальсификация, она перетекла в Нюрнбергский процесс, который превратился в эпофеоз, закрепивший определенную традицию проведения судов. И теперь мы имеем продолжение этой традиции. То же самое с деятельностью прокуроров. Сталинские прокуроры, вот эти изуверы. Потом они, там, прокурор Руденко оказался главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе. Потом он был генеральным прокурором 27 лет. Ну, такой абсолютный рекорд. И понятно, во что превратилось обвинение. Во что превратилось обвинение в советских, потом в российских судах. Ничего не изменилось. Сейчас только прокуратуру оторвали от следствия, и прокуроры вообще оказались чистыми обвинителями, которые вообще ни за что не отвечают. Ну, поэтому туда тоже пошли и женщины. Тоже, наверное, уже процентов 80-90 прокуроров, которые выступают в судах, это женщины. И они просто не занимаются этим вопросом. Следователь дал дело, прокурор его взял и повторил формулу обвинения. Больше ничего нет. Никто ничего не доказывает. Вот как в Нюрнбергском процессе, никаких доказательств нет. То есть, вот одна документация, но документация вся, которая не может использоваться в суде. Нет подписи, нет печати, нет идентификации. Какие-то черновики, какие-то записки, неизвестно кого. Никакой экспертизы. Что это за документы? Действительно ли это документы? Или это какие-то наброски? Превратились ли они в реальные дела? Если по этим документам выпущены ли какие-то приказы? Опрос свидетелей по поводу этих документов? Ничего нет. Вообще просто ничего. Вот точно так же выносятся приговоры в российских судах. Ничего нет, а приговор есть. Вот на пустом месте можно высосать из пальца все, что угодно. А доказательством считать то, что вообще не имеет отношения к делу. Вот как в суде по Якишеву Антонову, когда двух человек признали террористами, один руководитель террористической организации, а другой член террористической организации. И дали им громадные сроки просто без всяких доказательств. Без единого доказательства. Вот, пожалуйста, вам нюрнбергское правосудие в наши дни. И по зову сердца, по долгу чести я стараюсь находить такое вот скрытое знание. И вот эта книга «Контртип», которая вышла, это скрытое знание. Это спрятанное скрытое знание. Под соусом того, что проводили деноцификацию, взяли и выбросили одного из ключевых авторов XX века, без которого просто невозможно представлять ни историю психологии, ни историю философии. Нам удалось найти только одно упоминание в русскоязычной литературе, вот Эриха Рудольфа Йенша, в книжке, которая выходила сначала в 50-е, потом в 60-е годы. И был рецензентом по этой книге, наверное, крупнейший русский философ XX века, Алексей Лосев. И там коротенькая статья, буквально две страницы про Эриха Рудольфа Йенша. Там было, а потом все забылось. Ни одна книга, ни одна работа, ничего не было переведено, естественно, на русский язык. Вот это первый перевод. А что касается таких конспективных заметок по истории XX века и фальсификациям, это вот книга «Век лжи». И ту, и другую книгу я предлагаю своим читателям по электронной почте, которая в комментарии к этому ролику, как и ко всем остальным есть. Не все почему-то замечают и спрашивают, а как там с вами связаться, а как заказать книгу. Вот там есть, глаза немножко ниже, там есть несколько ссылок, ответы на вопросы, что это не только болтовня, а что делать. Вот что делать, там тоже ссылка есть. Ссылки есть, то есть все темы, которых я касаюсь, по крайней мере, они либо уже разработаны глубоко, либо разрабатываются. По ссылке на электронную почту мне напишите, и мы договоримся, я сообщу цену, договоримся, как я перешлю по почте. Рассылай по почте. Тиражи очень маленькие. В издательство мне доводится обращаться, но далеко не все темы издательства могут принимать. Вот век лжи, я не обращался даже в издательство, потому что целый ряд тем, в том числе тема нюрнбергского процесса, считается неудобной или опасной. И просто так вот она не пойдет. Есть и другие тут темы тоже, в особенности, которые касаются войны. Ну как же, это развенчание таких мифов, которые, ну казалось бы, не зыбли мы, и давайте мы их лучше не будем трогать. Я пока вот никому из издателей не предлагал эту книгу. А книга «Контртип» мы не сочли возможным ее цензурировать как-то. Вот она вышла в 1938 году в Германии, нацистская Германия. И то, что автор был в этой среде, и она на него оказала определенное влияние, ну что же делать. И другие авторы находились под влиянием других политических режимов. А в сталинские времена, что всю, скажем там, физику надо выбросить, которая развивалась в условиях сталинизма. Или та физика, которая при немцах была тоже, она вот не годится никуда. Там Гейзенберга давайте выбросим, он же как он был, вот, да. И ему даже Гиммлер оградил от всякой критики и сказал, вот, война закончится, мы целый институт тебе, Гейзенберг, дадим. Ну что, надо выбросить всю физику. Неправильная физика, раз человек жил в неправильные времена и проявлял, как ученый, какую-то степень лояльности к политическому режиму. Он другим занимался, он не был политиком. И Йенш тоже политиком не был. У него книга по философии и психологии, где он и психологические эксперименты показывает, и философскую основу их дает. Это, можно сказать, книга, которая может быть отнесена к классическим, обязательным для изучения исследований специалистами. Вот психолог в институте учится, изучает философию. А какую философию он изучает? Ну, вообще какую-нибудь. А вот надо философскую основу психологии изучать. Любому психологу или психиатру. Вот книга Эриха Рудольфа Йенша как раз этому и посвящена. Этим я предполагаю дальше заниматься. 26 сентября в Лавке Кириллица пройдет встреча со мной, как всегда, в вечернее время, в 18.30. Мы встречаемся. Я представлю эти книги. Можно будет задать вопросы. Удобное помещение. От метро идти совсем недалеко. Объявление я размещу на своих ресурсах, по всей видимости, в начале следующей недели, чтобы это не забылось. Там будет и адрес, время. Еще раз все. Я напомню те книги, которые буду представлять. До новых встреч. Я надеюсь, что очные встречи и заочные беседы будут продолжаться. И у меня будут мотивы для того, чтобы в дальнейшем заниматься переводами интересных книг и самому продолжать писать собственные произведения. Слава Руси! Господи, спасибо! Слава Руси!